12 ноября в России отмечен экологическим праздником Днем Синички. В этот день жители разных населенных пунктов страны готовятся к встрече зимних гостей птиц, остающихся на зимовку в их краях. Синиц, щеглов, снегирей, соек, чечеток, свиристелей. Люди заготавливают для них подкормку, в том числе и синичкины лакомства. Несоленое сало, нежареные семечки тыквы, подсолнечника или арахиса делают и развешивают кормушки. Несмотря на то, что в качестве экологического праздника Синичкин день отмечается относительно недавно, его история уходит корнями в далекое прошлое. В народном календаре 12 ноября значится, как день памяти православного святого Зиновия Синичника. По народным приметам, именно к этому времени синицы, предчувствуя скорую холода, перелетали из лесов ближе к человеческому жилью и ждали помощи от людей. В старину замечали, если птицы целыми стайками появлялись у дома, значит вот-вот грянут морозы. А еще в этот день наблюдательные предки предсказывали погоду, по особым приметам. Если синица свистит, быть ясному дню. Если пищит, быть ночному морозу. Собирается много синиц на кормушках, к метели и снегопаду. Название синица произошло вовсе не от синего оперения этих птиц, как многие могут подумать. Своё имя они получили за звонкие песни, напоминающие перезвон колокольчика «Зинь-зинь». А еще Зиновий Синичник считался праздником охотников и рыбаков. Как правило, с 12 ноября открывался пушной сезон и сезон зимней рыбалки.